Не очень часто во время консультаций в офисе, через скайп, через электронную почту задают один и тот же вопрос. Как правильно использовать проростки пшеницы, льна, тыквы, кунжута, чечевицы и подобные варианты, чтобы было больше пользы? Я вас прекрасно понимаю. Травоядные и жвачные животные на таком рационе питания выглядят великолепно и вам хочется тоже жить лучше и дольше, но чтобы получить аналогичный эффект, необходимо правильно подготовиться к спящим зерне, относительно мало витаминов, много крахмала, я вас понимаю, такие продукты, они самые полезные для здоровья, они важны, но можно сделать лучше. При проращивании как раз улучшаются некоторые свойства продукта и польза появляется, но очень легко отравиться. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как правильно подготовить семена, чтобы предупредить вот это самое отравление. Причем это не просто расстройство кишечника, можно и умереть. Примеры, к сожалению, есть и они не единичны. Также вы узнаете, в какой фазе развития лучше использовать проростки, чтобы было больше пользы. Ну и как и когда вкладывать их в систему питания, чтобы на последнем этапе не потерять полезные вещества. Как подготовить семена к проращиванию, очень важно знать. Нельзя, просто взяли и проращивали. Очень высокий риск отравлений со смертельным исходом, к сожалению, и единичные, и массовые случаи известны. Поэтому очень важно правильно подготовить семена к этому процессу. И для того, чтобы максимальное количество пользы при проращивании вы получили, а вероятность отравлений была минимальна, вам важно выполнить 4 обязательных шага, 4 обязательных действия. Шаг первый, вы должны тщательно промыть семена под проточной чистой водой. Почему это важно? Потому что контролируете вы выращивание семян, вы их выращивали на своем собственном участке. Или не контролируете, вам кто-то их выращивал. Но, они растут обычно в грунте. Растения, которые дают эти семена. А грунт содержит в кубичке сантиметр наперсток. Содержит примерно миллиард микроорганизмов. И этот миллиард находится вблизи, в непосредственном контакте часто с этими семенами. На участках, где выращиваются растения, очень часто бегают мышевидные грызуны. И сложно, не токсичными для человека способами, полностью обезопасить эти участки от посещения грызунами. Инфекции, которые они переносят, достаточно жестокие. Очень сложно обезопасить этот участок от перелетных птиц или местных птиц. Не имеет большого значения. Потому как они тоже обогащают окружающую среду различными видами микроорганизмов и вирусов. И когда вы промываете зерно, напомню еще раз, под проточной чистой водой. Вы смываете с поверхности зерна микроорганизмы максимально возможно, яйца паразитов, вирусы, грибы, токсические вещества разного происхождения. И ваше исходное зерно уже безопасно. Безопасно для вас. Оно уже опасности вам не несет, а содержит пользу, которую вы можете получить при проращивании. Но! Шаг второй. Посуда, в которой вы будете проращивать зерна или семена. Перед тем, как поместить уже очищенные семена, а свободные от этих не самых полезных для вас компонентов, вы посуду должны хорошенько ошпарить. Потому как на сухой посуде лежат микроорганизмы, а дальше, когда вы при проращивании зальете ее водой, они великолепно оживут. А условия для проращивания растений и развития микроорганизмов, грибов, они идентичны. И там, и там нужна влага. И там, и там нужно тепло. Но растениям нужен еще свет. Для микроорганизмов, как правило, он губителен или нейтрален. В этом случае выращивать, то вы будете не в открытом воздухе. Обычно в домашних условиях, где губительный для большинства микроорганизмов ультрафиолет отсутствует. И в этом случае обработка, тщательная обработка посуды, вы должны ее хотя бы хорошенько обдать, а лучше несколько раз кипяточком, вы ее сделали безопасной в этом отношении для своей рассады. Шаг третий, который вы должны сделать. Дальше вы должны залить чистой водой, в которой отсутствуют бактерии, грибы, вирусы, ну и токсины. Обычная водопроводная вода, как правило, не подходит, потому как она хороша для промывания, но для замачивания, для проращивания она уже будет не совсем хороша, потому как содержит в норме кишечную палочку, может содержать грибы, микромицеты, сегодня достаточно распространенное явление водопровода, может содержать различные вирусы, токсины, которые произвели они, либо те токсины, которые различными ГОСТами не регламентируются, могут попадать в воду. Поэтому вы должны обязательно эту воду отфильтровать и максимально освободить от этих довесков. И, пожалуй, четвертый основной шаг, который вы делаете в этом вопросе, вы должны емкость герметически укупорить, накрыть колпачком. Для того, чтобы вот эти все усилия не прошли даром, и просто с воздухом, просто сквознячком, воду в питательную среду не надуло новые бактерии, новые грибы из вашего помещения. Вот в этих условиях, когда вы делаете эти четыре шага, у вас есть возможность выращивать в относительно стерильных условиях семена, бобовые, злаковые, все что угодно. Вы можете проращивать и не будете одновременно с увеличением количества витаминов увеличивать и количество опасных. Вы не можете контролировать, что туда может попасть. Может попасть все что угодно. Да, могут попасть относительно безвредные бактерии, но случаи попадания очень вредных и токсичных тоже были. Поэтому предупрежден, вооружен. Но дальше, больше. Вы узнаете, когда лучше собирать эти семена, плоды своего труда. Когда же вы можете начать сбор плодов своего труда, зависит не столько от времени, сколько от правильности приложенных вами усилий. И от фазы развития растения, которую вы выбрали для этого процесса. Это две большие разницы. Время и фаза развития. У кого-то могут быть семена посвежее, у них схожесть выше. У кого-то могут полежать семена у вас дома или где-то на складе. У них схожесть не меньше. Они взойдут позже. У кого-то прохладнее, у кого-то теплее. У кого-то руки такие, что всходит все, как на дрожжах все будет расти. У кого-то руки немножко похуже. Когда человек болен, у него схожесть будет меньше. И в этом процессе, имея значение не фактор времени, от начала процесса, польза будет зависеть от фазы развития плодов. От фазы развития семян. И первично, когда семена попадают во влажные и теплые условия, они начинают набирать влагу. Семечко вроде как проснулось, и вроде как можно уже его употреблять, но не торопитесь. Еще по большому счету ничего хорошего для вас не произошло. Да, семя проснулось. Да, белок, который был в сухом виде, набрав воду, стал активным живым белком, но его по-прежнему так же тяжело переварить, как и тот белок, который находился в сухом виде, в сыром зерне. И в этом случае, проращивая, допустим, гречневую крупу, гречку проращивая, и сварить из нее кашу, из вареной каши, вы получите больше полезных веществ, потому что термическая обработка увеличивает КПДО свояне белка. Сырая гречка пророщенная в этих условиях пока отстает, но дальше будет больше. Крахмал, который был в зерне в сухом виде, да, он тоже набирает влагу, и тоже дополнительно увеличивает объем зерна, но он все еще крахмал. Это еще не простые сахара, которые легки в усвоении. Когда вы увидели, на большинстве семян проклевывается корешок, это здорово, это говорит о том, что ферменты, используя энергию крахмала, используя жиры, которые там находились, начинают активно синтезировать биомассу, в которой находятся полезные вещества, в которых появляется много витаминов, особенно витамин А, появляется очень важный витамин. И это здорово. Безусловно, если вы плохо подготовились, если вы первые 4 этапа, первые 4 шага в подготовке зерна, выполнили спустя рукава, лучше используйте эти зерна. Они самые безопасные. Потому как, чем дольше вы будете проращивать зерна, если на них было много микроорганизмов, грибы были, они будут активно размножаться. И степень опасности и вероятность отравления будет только увеличиваться. Если вы все сделали правильно, если вы хорошо подготовили посадочный материал для проращивания, прекрасно можете проращивать дальше. Как правило, еще день, два, три, корешочек растет. И это здорово. Количество массы с витаминами, с полезными веществами только увеличивается. Причем она нежная, она легко усваивается, легко переварится. И вы от этого получите пользу. Самая большая польза, на мой взгляд, когда само по себе семя пытается треснуть, и вы видите, там уже появились семя доли, там уже появились первые листочки. Вот здесь, даже перед этим я бы сказал, максимальное количество простых сахаров, максимальное количество аминокислот, которые легко перевариваются, легко усваиваются, фактически это как спортивное питание, которое легко попадет в ваш организм, и даже при ослабленной пищеварительной системе проще усвоится. Безусловно, можно ждать и дальше. Можно ждать семенам прорастать и дальше. Можно получать побеги, да, они нежные, да, из них количество полезных веществ усваивается проще, чем если побеги огрубевшие, если растение уже в возрасте, из него тяжелее брать полезные вещества. Но, риск развития микроорганизмов грибов растет пропорционально выращиванию. И чем дольше вы проращиваете семена злаковые, бобовые, тем больше вероятность развития микроорганизмов в этой среде, есть вероятность развития отравлений. Это очень важный момент, очень важно учитывать. Тут важно не переборщить, чтобы полезных веществ было максимально большое количество. Но бактерии и грибы не успели размножиться в этой среде, было приятным для их развития также, и своими токсинами не навредили вам. Когда вы решите, что проростки достигли нужной кондиции и готовы к употреблению вами, либо членами вашей семьи, на последнем этапе подстрахуйте себя. Промойте их теплой, можно даже немножко горячей, чистой водой. Все-таки уберите с их поверхности гипотетически находящиеся там микроорганизмы, грибы. Да, их количество при правильном подготовке будет минимально. Все-таки они там будут, зачем они вам нужны? Термически обрабатывать вы не будете, а количество лизоцима у вас за время проращивания не увеличилось. Он есть, но в недостаточном количестве, для того, чтобы дезинфицировать полноценно вашу пищу. Поэтому промыть обязательно нужно. Когда использовать, можете жевать сами, можете измельчить блендером, без проблем. Если у вас был хороший аппетит перед едой, пищеварение произойдет максимально эффективно, усвоение максимально эффективно. Ну, а дезинфектор желудочный сок никто еще не отменял. Он тоже работает. Для того, чтобы чуть позже сработала и желчь, можно этот коктейль снабдить каким-то количеством жира. Будет это сметана, будет это какое-то растительное масло. Это ваш выбор. лучше их обработать. Можете добавить какие-то пряности, чтобы не приедался вкус, потому как проростки не всегда самые вкусные. А пищеварительной системе нужны стимулы, и пряности здесь никак не помешают. Фактически вы можете такие проростки использовать не просто как полноценный витаминизированный продукт питания, но и как аперитив перед следующей едой. Если аппетита не было, тогда вам нужны различные аперитивы. Какие вы можете использовать? Тут ваш выбор, но обязательно я бы советовал все-таки ввести на фоне хорошего аппетита, когда в желудочном соке достаточно много пепсина, много соляной кислоты, и дезинфекция от микроорганизмов будет проведена максимально эффективно. Ну а дальше в крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Если вы так будете продолжать и дальше, не просто однократно сделали себе одолжение, вот так позанимались семенами. Если вы хотите регулярно получать от них пользу и вероятность вреда свести к нулю, этот процесс вам придется повторять каждый день и получать те полезные вещества, которые появляются при проращивании и пшеницы, и ржи, и чечевицы, и льна. Вот с льном я бы правда не советовал вам увлекаться. Все-таки синильная кислота, которая находится в оболочках семян льна, она будет проводить селекцию микрофлоры. Она убивает кислород зависимых бактерий. Локируется кислородный путь энергообмена. А часть бактерий очень опасных бактерий. Они анаэробы. Им не нужен кислород. Нашим сапрофитам кислород нужен. На них действует синильная кислота и тормозит их развитие. Поэтому я бы из перечня семян для проращивания семена льна все-таки убрал бы. А использовал другие, их достаточно много. И практически плюс-минус, но похожую пользу вы от них можете получить. А пока вы думаете поставить лайк на это видео, если вы получили исчерпывающий ответ на свои вопросы и информацию ту, которая вам нужна была. Или не поставить, проигнорировать это видео. отправить его своим друзьям, знакомым, родственникам. Опубликовать в соцсетях, на форумах. Без проблем. Любой вопрос вы можете решить самостоятельно. И пока вы думаете как поступить с этим видео, я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. До новых встреч на моем канале.